Основным принципом работы правительства по оказанию помощи участникам специальной военной операции, членам их семьи, является принцип непосредственного дохода до каждой семьи и разрешения их проблем. Прежде всего необходимо обратить внимание, что мы работаем в комплексном порядке и непосредственно медицинское, психологическое и социальное сопровождение осуществляем через соответствующих заместителей глав по социальных вопросам в муниципальных образованиях и разрешаем здесь непосредственно ряд вопросов, как через линию 122, так и основные сложные вопросы решаются через телеграм-группы, которыми руководит координатор проекта Слепцова Дарья Васильевна. Необходимо обратить внимание, что психологическую помощь за весь период у нас уже получили порядка 6000 сеансов прошло для военнослужащих и членов их семьи, в том числе в районах. Наши руководители, руководство и психологи центра начали уже выезжать не только в районы республики, оказывать помощь там, доезжали до самых уже отдаленных районов, начали работать непосредственно во Владивостоке, в Хабаровске, в Уссурийске, а также начали работать в Ростове-на-Дону. Необходимо обратить внимание, что сейчас будет решен вопрос о расширении сферы деятельности на западном направлении в Ростовском, потому что ни для кого уже не секрет, что Ростов, соответственно, в ростовских госпиталях наши раненые находятся один-два дня, и, соответственно, потом переходят на другие госпитали, где оказывается им помощь. Поэтому будем смотреть, как будем расширять эту работу. Для оказания непосредственно помощи и разрешения срочных вопросов у нас продолжает работать горячая линия 122. Нужно сказать, что за последнее время уменьшилось количество звонков на линию 122. Основные вопросы уже вошли в систему помощи, и я думаю, что, в принципе, рабочий порядок такой системный, рабочий порядок, он налаживается. Обработано за весь этот период почти 1885 обращений. За каждым из них стоит человеческая судьба семьи, отдельных военнослужащих, да? И, соответственно, поэтому отработка их осуществляется достаточно быстро. Необходимо обратить внимание, что растет количество вопросов, связанных с отпусками. По информации Министерства обороны Российской Федерации, отпуска предоставляются продолжительностью 14 дней, в том числе с временем доставки. В республике четко налажена работа по непосредственно первоочередному приобретению и оплате билетов для того, чтобы была осуществлена доставка. Но и все-таки Министерство обороны сегодня обращает внимание на то, что отпуска осуществляются, значит, согласно графику и в зависимости от тех боевых задач, которые выполняет подразделение. Медицинскую помощь у нас в приоритетном порядке получают участники СВО на территории республики и члены их семей. Но с наступлением весны возникает ситуация, при которой потребность в санаторно-курортном лечении увеличивается, и мы решение соответствующее принимаем. Спасибо. Спасибо.